Покровская Покровская В четком сердце путника Благодать и тишь Белая березника Молится под боком В чистом поле зорьку Не просклишь Странник Адухотворенный Вышел К Богу Налегке Мученик Горит Новый Русский старец С посохом в руке Мы гости И путники в этом мире Это библейское напутствие Людям от начала до конца Мы гости За трапезой хозяина Бога Путники На стезях Имения Божие История знает много примеров Когда Господь возносил малое Чтобы посрамить великое И возвышал скромное Чтобы устыдить гордое Кого избрал Господь Когда хотел освободить Россию От наземного иго Неизвестного ремесленника Минина Для чего так? Просто для того, чтобы мир видел Что не люди исправляют А Бог Потому Господь избирает Бессильные в человеческих глазах Чтобы разумные видели Его Всесильного Сокрытого за бессильным Когда в мир является Великий человек Он являет себя А не Богом Маленький человек Приходя с великой миссией Являет Богом А не себя Что открыл Господь Простому крестьянину Григорию? Небесную святость И божественную мудрость Победитель адовых слуг Русский мужик По слову Христову Кто из вас меньше всех Тот будет велик Господь приводит в Петербург Григорий Ефимович Который, спросив В дорогу Благословения У иконы Царицы Небесной Знамени Абалатской Поклонившись мощам Святаго Праведного Исимеона Верхотурского И напутствованный Старцем Макарием Приходит За разрешением На строительство церкви В честь покрова Божьей Матери В родном селе Покровской Много Много я кое-где бывал Бывал у сановников И офицеров И князей даже Пришлось романовское поколение Видеть И быть У батюшки царя Везде нужны подготовка И смирение И любовь Вот и я Ценю, что в любви Пребывает Христос То есть Неотходно Есть на тебе благодать Только бы не искоренилась Любовь Она никогда не искоренится Если ставить себя Невысоко А любить Боболи Боболи Господь Господь Благословил Россию Рождением Наследника Так ожидаемого И желанного Всем православным народом Царь-мучник Николай Записал в дневнике Незабвенный Великий для нас день В которой Так явно Посетила нас Милость Божия У Алекс Родился сын Которого Примолитвенно Рекли Алексеем Нет слов Чтобы уметь Достаточно Благодарить Бога За неспосланное Утешение В эту годину Трудных испытаний Как луч надежды Радостный И светлый Пронеслась Над Россией Весть О рождении Наследника Цесаревича Рождение Цесаревича Было Вымолено И явилось Чудом Милости Божией Над Отчизной Предстательством Преподобного Серафима Саровского Предвеченный Младенец Родился После посещения Царской Четой Сарова В дни Канонизации Святого Старец Убогий Серафим Был Как небожитель Залетевший На нашу Грешную Землю Яркий Греющий Луч Света Посланный Во мрак Житейский Отцом И Источником Света Преподобный Серафим Говорил Что когда Здесь будет Собор То среди лета Запоют Пасху Так и случилось Собор Это вся Русь Богомольная Собралась А Пасха Это Всепобеждающая Радость И воскресение Души Присутствие Государя На торжествах Придавало Им особое Великолепие И сильное Чувство Единения Русского Народа Со времен Царя Алексея Михайловича Не было Такого Тесного Молитвенного Общения Монарха И народа Гроб Со святыми Мощами Был Вынут Из раки И Начался Величественный Крестный Ход Звон Всех Колоколов Непрестанное Господи Помилуй Стоны И вопли Больных Все Сливалось Воедино Это была Святая Русь Немощная Но силой Божией Богатая Государь И государыня Надеялись На молитвенную Помощь Угодника Божия Серафима В волновавшем Их вопросе Рождения Наследника Престола И надежда Их Не посрамила Из письма Григория Ефимовича Государю Императору Николаю Второму Царь Батюшка Прибыв В город Сей Сибири Желал Будь Поднести Тебе Икону Святого Праведника Симеона Верхотурского Чудотворца Столь Почитаемого У нас С верою Что Святой Угодник Будет Хранить Тебя Во все Дни Живота Твоего И Спаспешествует Тебе В служении Твоем На пользу И радость Твоих Верноподданных Сынов Из письма Царю 5 ноября 1905 года Великий Государь Император И Самодержец Царь Всероссийский Не гнушайся Нашим Простым Словом Вы Как Хозяева А мы Как Обители Ваши Должны Стараться И Трепетать И К Господу Взывать Чтобы Не Приблизилась К Вам Зло Или Как Рана Ни Ныне Ни В Будущие Времена И Чтобы Истекала Жизнь Твоя Как Живой Источник Вот Дело Послушания Небесный Чертог За Него Глава Рая Глубокая Вера И Величайшее Смирение Государя Императора В связи С великими Страданиями Выпавшими На его Долю Заставляли Царя Николая Александровича Искать Общение С теми Кто Был Духовно Близок Всем Сердцем Служил Богу И Духовно В это время цари, дожидаясь меня, сидели в столовой. Государиня держала на коленях наследника, тогда еще не говорившего ни слова. Как только я показался в дверях, то наследник захлопал ручонками и залепетал «Новый! Новый! Новый!». Это были его первые слова. Тогда царь дал приказ именовать меня по фамилии не Распутин, а Новый. Господь, поставляя опытного странника Григория на новое место духовного служения, дает новое направление его святой жизни – быть ангелом-хранителем царствующей семьи, особо же молитвенником за пресветлого отрока Алексея. Промысел Божий отныне неразрывно соединяет во временной жизни, для новой жизни, вечной, пути странников земных, святых царственных мучеников и праведного Григория. Именно о таком, обновленном состоянии души Григория, очищенного от страстей, стяжавшего дары рассуждения, прозорливости, пророчествования, исцеления и непрестанной молитвы, свидетельствовала слова Бога. Благодатное старчество – это особый божественный дар, харизма, непосредственное водительство духом святым, особый вид святости. Старческая власть не является принудительной ни для кого. Старец никому никогда не навязывается. Подчинение ему всегда добровольное. Через старца непосредственно открывается воля Божия. Духовник направляет на путь спасения, а старец ведет по этому пути. Вести по пути духовного делания может лишь тот, кто сам прошел успешно этот путь. Светлая душа Государя и его семья вверили себя в духовное водительство молитвенника Григория, почитая его как посланника Божия, дарованного им ангела-хранителя и друга. Ничто недостойное и темное, изливаемое на Григория, не касалось их сердец. Старец был чист. «Белое не сделаешь черным», отвечала на все клеветы Государыня. «А чистое не очернишь». Младенец был сказочно прекрасен. И все, кто имел счастье видеть его в первые годы жизни, единогласно подтверждают, что он был дивно красив и внешним обликом, и по проявившейся в его младенческих чертах дивной душевной красоте. «Соколик наш ясный, царевич прекрасный, цветочек весенний, алмаз драгоценный, заря золотая, надежда святая. Ты, светоч желанный, с небес неспосланный, ты, солнышко наше, и нет тебя краше». Современники вспоминают. Он дает ручку постороннему человеку не сразу, а подумав, вглядевшись и решившись дать. Дает ее с такой приветливой, ласковой улыбкой, что оторваться от ручки не хочется. Дядьками при цесаревиче были простые матросы. Ближайшими людьми, окружающими его с детства, были простые люди. К наследнику были призваны исключительно русские няни и кормилицы. Он впитывал русский дух с молоком в прямом смысле этого слова. В это время в царской семье, как и во всякой дружной семье, появились ласкательные имена наследника. Государь его называет в своем дневнике сокровище. наше маленькое сокровище. Государь не его зовет Бэби, Агунюшка, Крошка, Бэбичка, Солнечный лучик, Маленький человечек. Наследник цесаревич имел очень мягкое и доброе сердце. Он был привязан не только к близким ему людям, но и к окружающим его простым служащим. Никто из них не видел от него заносчивости и резкого обращения. Он особенно скоро и горячо привязывался именно к простым людям. Воспитатели вспоминают. В душе этого ребенка не заложены ни одной скверной или порочной черты. Душа его – самая добрая почва для всех добрых семян. Если суметь их насадить и взрастить, то русская земля получит не только прекрасного и умного государя, но и прекрасного человека. Небесным промыслом суждено было ему страданиями своими являть Россией страшную болезнь, которую она уже несла в себе – забвение Бога. За что накажет Господь народ русский кровавыми испытаниями войн и распри. Это Божие наказание предвозвещало с постоянным истечением крови царственного страдальца. Россия кровоточила царевичем Алексеем. Царь-мученик почитал Григория за праведника, за человека Божьего, святой жизни. Когда у меня забота, сомнение, неприятность. Мне достаточно пять минут поговорить с Григорием, чтобы тотчас почувствовать себя укрепленным и успокоенным. Он всегда умеет сказать мне то, что мне нужно слышать. И действие его слов длится недели. Григории – хороший, простой, религиозный русский человек. В минуты сомнений и душевной тревоги я люблю с ним беседовать. И после такой беседы мне всегда на душе делается легко и спокойно. Вот еще одна дневниковая запись царя. В четыре часа приехал Григорий, которому приняли в моем новом кабинете вместе со всеми детьми. Большое утешение увидеть его и послушать его беседу. Когда после часовой беседы с царской семьей он уходил, он всегда оставлял их величество веселыми, с радостными упованиями и надеждой в душе. До последней минуты они верили в его молитвы. Никто никогда не мог поколебать их доверие, хотя все враждебные газетные статьи им приносились, и все старались им доказать, что он дурной человек. Ответ был один – его ненавидят, потому что мы любим его. На все получаемые советы касательно общения царской черты с праведником Григорием государь неизменно отвечал – оставьте нас в покое с Распутиным. Это наше личное семейное дело, до которого ни обществу, ни государству никакого касательства нет. Никто не смеет стеснять нашу личную жизнь. Удивительно! В этих словах государя ясно звучит, что русский крестьянин, человек Божий Григорий – член их царствующей семьи. Кронштадт был не только ключевой военно-морской крепостью и базой российского военного флота, но и местом духовных подвигов одного из великих русских святых – праведного Иоанна Кронштадтского. Подобно зажженной свече, жизнь Батюшки светила в России многим тысячам людей. Свет, который нес отец Иоанн, проникал во все уголки многострадальной России. В описании первой встречи двух подвижников единодушно отмечается, что Батюшка Иоанн, молившийся в алтаре, вдруг стремительно вышел и спросил «Кто здесь так пламенно молится?» «Я чувствую силу молитвы!» Дочь Григория, Матриона, передает это так. Отец простоял на коленях всю службу, молился, вручая свою судьбу Господу. Люди, обладающие духовным зрением, узнают друг друга. Батюшка Иоанн вышел из алтаря, остановился перед отцом, взял его за руку и заставил встать. Сказал, что почувствовал присутствие отца в храме. «В тебе горит искра Божия!» Отец попросил благословения у батюшки Иоанна. «Господь тебя благословит, сын мой!» отвечал батюшка. В тот же день отец принял причастие из рук батюшки Иоанна Кронштадтского, что было большой честью. После батюшка пригласил отца к себе. Отец рассказал батюшке о себе все, как на духу. Рассказал о явлении Казанской Божьей Матери. Рассказал о том, что пришел в Петербург как бы не по своей воле. «Вело меня сюда!» Батюшка Иоанн спокойно сказал, «Бог привел, значит, так тому и быть!» «Чему быть?» вырвалось у отца. Отец Иоанн ответил, «А что Бог даст, тому и быть! Его слушай, Он вразумит! Странствуй, брат, тебе много Бог дал! Помогай людям! Будь моей правой рукой! Делай дело, которое и я недостойный делаю!» Батюшка Иоанн назвал Григория истинным старцем. Призвал его бодрствовать, стоять в вере, быть могущественным и твердым, говоря, «Будет тебе по имени твоему». Имя Григорий в переводе с греческого означает «бодрствующий». «Будет тебе по имени твоему». «Будет тебе по имени твоему». Когда в Петербурге появился старец Григорий, приехавший из далекой Сибири, где он прославился высокой подвижнической жизнью, то общество дрогнуло и неудержимым потоком потянулось к нему. Потянулся к человеку Божию тот подлинный русский народ, который не порвал связи с народной верой и народным идеалом, для которого нравственное совершенство было потребностью жизни. К нему стекались со всего города, со всеми бедами и просьбами помолиться. Иногда бывало до 700 человек в день. С раннего утра приходили хромые, увечные и нуждающиеся к дверям его квартиры. Они проходили рядом с ним бесконечной чередой. Люди всех сословий, национальностей, состояний. Старец выходил к ним, низко кланялся, оглядывал страждущих и говорил. «Вы пришли ко мне просить помощи? Я всем помогу». Григорий Ефимович не мог пройти мимо чужой боли. Молился за больных. Многие из них чудесным образом исцелялись, и очередь становилась длиннее, чем шире распространялись слухи о его врачевании. Часто у отца спрашивали, пишет дочь Матрёна, как он умудряется узнавать сразу, чем болен человек. Так ведь в душу заглядываю. Без этого никак. А там Бог помогает. Главное полюби, узнай, от чего страдает человек. Не можешь полюбить, и не вылечишь. Если не будешь искать корысти нигде и стремиться, как бы, утешить, призовешь Господа душевно, то и бесы вострепещут от тебя, и больные выздоровеют. Только бы все делать и от гнусной корысти. Отец Григорий всегда был состраждущими и недужными. Он не мог пройти мимо чужих страданий. Скольких людей он исцелял своей молитвой. Порой домой его привозили полулёжа. Он не мог никому отказать. Говорил, раз Господь послал человека за помощью, его воля, и надо облегчить страдания. Петербургское общество в большинстве своём не считалось его недомоганиями. Отца Григория перевозили из дома в дом, где была необходимость в его молитве. Только к ночи он оказывался у себя на Горохово. Его не сразу удавалось разыскать, если он был нужен в царском селе. Известно, что тысячи и тысячи простых людей твёрдо верили в силу молитв и дар исцеления, которыми обладал старец Григорий. Десятки людей считали себя духовными чадами его. Из благочестивых размышлений молитвенника Григория. Радостный день гоненья Да не всяк вместит Тяжелые скорби без привычки. Пойми грехи свои, и крест будет сласть. Без креста Бог далёк. И сам не ищи креста, а Бог даст. Понесёшь, сколько сможешь. Бог знает, что тебе нужно. Только будь осторожен. Только победа, смирение и крестное знамение. А смирение дают скорби и разные гонения. Человек Божий никогда не приписывал исцелений себе или силе собственных молитв. Напротив, всегда подчёркивал своё недостоинство и силу Божию. Старец не осуждал приходящих к нему людей. Только Бог, говорил он, имеет право судить. Он не судил. Зато его судили. Дьявол не хотел допустить, чтобы светильник Божий не угасал и разгонял сгущающуюся вокруг царского трона тьму. В этой тяжёлой духовной брани человек Божий Григорий молил Господа о помощи и взывал к нему. В гонениях твой путь Ты нам показал крест твой за радость. Господи, крест твой тяжёл, и минутная жизнь, пресветлый рай, нет конца. Моя жизнь, дальнейший путь во Христе, рай, о, как весел, так крест тяжёл. Митрополит Московский Филарет Дроздов назидает. Бог по образу своего небесного единоначалья устроил на земле царя. По образу своего вседержительства царя самодержавного. По образу своего царства неприходящего, продолжающегося от века до века, царя наследственного. Слово старца Григория к царю-мученику Николаю и день рождения 6 мая 1909 года. Вот дождались мы той радости весёлого дня. Родился у нас на Руси самодержец и помазанник Христов, и прошёл звук из конца в концы, и торжествует православная церковь. Вот слышь и видим в настоящее время за наши великие прегрешения идут беды, и мы прогневили Господа своим беззаконием. Он кротко и смиренно переносит за наши прегрешения все невзгоды. Совсем сбылось евангельское слово, где поднялись брат на брата, сын на отца, вообще неисчислимые беды. Вот за его-то кроткие и смиренные взгляды ещё не прогневался на нас Господь, не истребил нас. И это громадное значение. Вот за его-то благочестивую жизнь и продлил нам Господь веку. Отсюда-то можно заключить, что на нём были неоднократно чудеса на батюшке нашем, помазаннике, царе. Первое, крушение на машине. Через него Господь спас всё семейство. Не чудо ли это Божие? Второе, пули свистели и не коснулись светлости Его. Мечом усекли и при большой ране Господь сохранил. И на людях Господь подавал руку помощи, охранял, благословлял и миловал их. Нигде не охранила охрана, а только охранили Его сами ангелы, которые посланы от Бога пасти его. Экие мы невежды, что Господь нам дал такого помазанника все явления и чудо за чудом на нём. Будем помнить Его чудеса и явления на нём и проснёмся ото сна. Помилуй нас, Божие, и введи нас в радость вечную, и возольются тогда на нашей Матушке России духовный аромат, и придём к свету, и познаем свет. Тогда действительно при заре всем будет весело. С ранних лет Алиса Александра искала преданности и простоты, честности и отзывчивости, безусловно, верила в высшую истину Господа Иисуса Христа. Она стремилась пройти земной путь честно, добродетельно и без лукавства. Она не умела лгать, с трудом выносила светское лицедейство. Всей душой глубоко и искренне приняла Александра Фёдоровна православие. «Твоя страна будет моей страной», говорила она, «Твой народ моим народом и твой Бог моим Богом». Тот, кто хоть раз прикоснулся к исповедальным письмам царской четы, не может не восхититься высотой и чистотой их взаимной любви. Царь Николай Александрович всегда считал свой брак великим счастьем. Через десять дней после свадьбы записал в дневнике «Каждый день, что происходит, я благословляю Господа и благодарю Его от глубины души за то счастье, каким Он меня наградил. Большего и лучшего благополучия на этой земле человек не вправе иметь. Моя любовь и почитание к дорогой Алекс растет постоянно». После свадьбы Александра Федоровна записала в дневнике мужа «Я никогда не верила, что в мире может быть такое полное счастье, такое чувство общности между двумя смертными. святая не будет разлук. Соединившись наконец, мы связаны на всю жизнь, а когда эта жизнь закончится, мы встретимся снова в другом мире и навечно останемся вместе». святая царица не умела выбирать удобную дорогу, была неспособна играть жизнь. Но ни одного мига своего земного бытия не сомневалась, что все решает Господь Бог, и коли Он уготовил тяжелый крест, то нести его нужно без робота. И она, как в древние времена, занята дочками и воспитанием своего сыночка, великого наследника Алексея Николаевича. Вот и доказательства воспитания. Как в нем горит любовь, как солнце к народу, и взаимно любят и его, и весь мир в трепете и не знают, от чего к нему тянет обаяние. Кругом его простота и в простоте опочиет Бог, потому и не по годам в нем царит идеальный ум. Он не только взглядом, а своим присутствием пробивает слезы. Прошли многие годы, и накануне свадебного юбилея царь Николай Второй записал не верится, что сегодня двадцатилетие нашей свадьбы. Редким семейным счастьем Господь благословил нас, лишь бы суметь в течение оставшейся жизни оказаться достойным столь великой его милости. Брак Николая Александровича и Александра Федоровна является идеальным. Невозможно представить союз двух людей, которые могли бы любить, ценить и дорожить друг другом больше, чем они. Из письма царицы Александры Федоровны мужу императору Николаю 6 апреля 1916 года. Драгоценный мой, завтра я буду думать о тебе больше, чем когда-либо. Это двадцать вторая годовщина нашей помолвки. Боже мой, как время летит и как живо все-таки помнишь каждую подробность. Незабвенные дни и та любовь, которую ты мне дал и давал все время с тех пор. Благодарю тебя еще и еще за твою бесконечную нежную любовь, в которой заключается вся моя жизнь. Какая открытость и честность ни одной мысли не таили друг от друга. взаимная духовная чистота и близость. Господь благословил их святыми чувствами. Истинная любовь это дар Божий небесный. Страдая, они молились и любили. так говорил старец Николай Гурьянов. Истинная Величие и слава государства строятся крепостью духа, любовью к детям. Детство. Спасать нужно не нас, это не нужно, а юность. Спасать ангельскую душу, когда вся она еще в парении к небу, видит его и ангелов раскрытыми. Нас же враг одолевает, каждого одолевает, и отбиться от него редко кто может. Не у всякого сила. Помогать нужно друг другу. Отбить нечистого от самой колыбели. Никто так не познал славу, как наша матушка-императрица. Она чувствует Бога не так, как мы простые. А когда беседует, то она особенно сливается с Божьей благодатью. И нередко враг старается навести иные слабости. Она, именно подвижница, прошла на опыте, очень умела бороться свято и искусно. Так и далее слышно всем близким, знакомым дает пример и велит понять на опыте и на искусстве. Так в настоящее время дает пример детям, поучает боли не в обиде, а указывает блаженство в терпении. Кто подает, тот все нужды поймет человека. Потому что входит в дело бедности. А кто бедности не понимает, тот и далек от чужого горя. Его никакие слова не убедят. И Евангелие чуждо от него. Поэтому далек от чужой напасти. Почему это так? А потому что его родители насмехались. Царствие Божие не даром дается. И кресты разного рода. А милостыня выше всех добрых дел. И сердца наши слились в духовную любовь. И мы стали, как один. И очи наши, понимающие друг друга. И не умолкнут хвалить Бога. На Святой Руси телесная красота женщины была подчинена красоте ее души. Красотой души и сотворялась. Вот запись, сделанная 31 марта 1917 года настоятелем Федоровского собора протеереем Афанасием Беляевым. Как шла исповедь, говорить не буду. Впечатление получилось такое. Дай Господи, чтобы все дети нравственно были так высоки, как дети царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, безусловная преданность воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи, страстной и греховной, меня привело в изумление. И я решительно недоумевал, нужно ли напоминать мне, как духовнику, о грехах, может быть, им неведомо. И как расположить к раскаянию в неизвестных для них грехах. Все великие княжны воспитывались в строго религиозном духе и строгих требованиях внимательного отношения к каждому человеку безо всякого осознания своего превосходства, а тем более кичливости своим высоким положением. Дети были духовно простые и любящие все простое, образованные, естественные, без позы, открытые и гулако правдивые, проникнутые чувством долга. Государыня воспитывала в них ту веру, ту силу духа и смирение, которые помогли им безропотно и светло нести тяжкие дни заточения и принять мученическую смерть. Дети буквально боготворили родителей. Все дети, как и родители, были религиозны и мистически настроены. Но основной их чертой был пламенный патриотизм. Россия была им так дорога, что девушки не допускали мысли о замужестве вне пределах Родины и вне православия. Все они хотели служить России, выйти замуж за русских и иметь детей, которые бы тоже служили России. Они, царские ангелы, творили добро и жили в добре. Добро и любовь покрывали царскую святую семью. Смирение, терпение, целомудрие, несение креста безропота. Всегда любовь. Несокрушимая царская любовь. Говорил старец Николай Гурьянов. Августейшая семья являла собой образ домашней церкви, где все пребывали в молитве, любви и послушании Богу и друг другу. «Мы одно, что так ужасно редко встречается в наши дни. Мы тесно связаны друг с другом», говорила императрица Александра Федоровна. «Они верили старцу и верили ему в свое духовное окормление. Григорий научал святых друзей принятию скорбей. Господь открыл праведнику крестные муки, которые они претерпят за время своего земного странствия для спасения своих душ и для спасения православной Руси. Для несения такого креста нужны были великие духовные силы и крепость». «Сильна благодать Господня, под ее покровом останемся в величии. Господь с вас никогда своей руки не снимет, а утешит и укрепит. Благодать совершилась на тебе, царь, и на детях твоих». Он прикровенно объясняет царской семье суть Божьего откровения ему о его служении царям. «Я покоен. Вы научились премудрости от меня, а после будут разные невзгоды, вы будете готовы только потом. Это вы увидите и разберетесь». Григорий Ефимович духовно готовил их к будущим неизбежным страданиям. А страданиям не только настоящим, сколько грядущим. Старец был делателем умной молитвы Иисусовой, которой он приобучил совершенстве святого царя-мучника Николая. Царь Николай был делателем Иисусовой молитвы. Имя Божие держало его, иначе бы он не смог выстоять. Царь умел и любил молиться, а Господь слышал и слушал его молитву. Они с царицей были великими молитвенниками и светильниками веры, славили имя Божие. Иисусова молитва была у них в сердце. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok